Хотя, вы знаете, замечательный композитер, музыковед, потрясающий рассказчик, старшее поколение, наверное, помнят его концерты из колонок Зала Дома Союза, Дмитрий Борисович Кабалевский. В момент там, когда его приглашали рассказывать о музыке, уже были написаны книги, он много сочинял, музыкой занимался, и когда его приглашали, он всегда ходил. «Смотрите, что-то я так волнуюсь». Дмитрий Борисович, как так? Вы столько выступаете, у вас такие концерты в колонок Зала, причем там и маленькие, и большие, и слушать было, конечно, одно удовольствие. А он сказал, если я не буду волноваться, я не буду ни о чем рассказывать, я не буду выходить в публике без волнения. Вот так наши музыканты, они волнуются, и я очень волнуюсь. Но я надеюсь, что это и не важно. Наш концерт мы сегодня назвали «В ритме танца». И назвали так это не случайно. Всему меняться суждено в природе, в жизни, в человеке. Но что-то быть должно одно, что не меняется по-друге. Суть и душа земли родной, ее обычаи, песня, слово, танец. И наш концерт, вы знаете, называется «В ритме танца». И это не случайно. Я чуть-чуть скажу сейчас обоих. Музыка. Музыка с древнегреческого – это искусство мус. Девять мус, дочери Зельса и братик Абалон собирались, с древнегреческого «Нарс», которые в переводе значит «Путь к совершенству», собирались и объединяли единое синкретическое искусство, как я ее называю, объединяли песни, слово и танец. Мы посетили наш концерт танцевальной музыки. Но у нее не обычные танцевальные музыки, а ее существует как бы два метра, я вам скажу, а концерт танцевальной музыки. Вы сидите, а надо было вы подскажите, что делать, поднимать. И сегодня есть зал, когда оркестр выступал в Швеции, где вот так же есть большое место. И когда звучит музыка, в которой невозможно усидеть, публика танцевала. Но вы сейчас, наверное, заметили, что в «Зрадей» спору будет новогодний бал здесь. И еще не могу сказать, может быть, кто-то помнит, что было в этом зале, когда дворец культуры только открылся. Именно относящиеся к танцам. Никто не ходил сюда на танцы, в этот зал. Не отходили, да? Они ходили. Мы учили еще школьницей, а мы в десятом классе. Мы приходили сюда на танцы. И танцевали под шагом. Играл ансамбль с замечательным анкредиаристом. Артургин, Вячеслав Борисович, который играл в этом танцаме. Поэтому сегодня ходили мы на танцы и в дружбу. Там на пятом этаже был не ресторан, а был зал, где тоже были танцы. Поэтому сегодня мне достаточно ловременно говорить о танцевальной музыке именно в этом зале. История танца начинала 2000 лет. В танце человек всегда становился красивым. Наверняка в танцовании. И замечает за собой, как хочется приблить спинку, как хочется ловнуться. Особенно есть ты ждешь, кто тебя что-то пригласил. Поэтому танец насчитывает долгие-долгие тысячелетия. А ритм, который мы назвали наш концерт, это ритм и танцы. Ритм – это один из древнейших элементов не только музыкального языка. Ритм переводится как чередование сильных слов. Галей и ритм – это порядок движения. А скажите, без движения что-нибудь возможно? Танцевальная музыка – без движения невозможно. В литературе, в поэзии существует свой особый вид. А в жизни – обыкновение нашей жизни. Как много значит именно риск нашей жизни, как мы строим и как мы живем? В танцевальной музыке есть понятие, да вообще в музыке есть понятие. Музыканты знают, а здесь сидят ребята, которые занимались музыкой. Понятие темп, размер и ритмический рисунок или ритм. Темп – это скорость движения, размер, конечно, для ритм, а ритм – основа. Вот имя – это не ритм. Ритмический рисунок определяет название и характер танца. Потому что вот я сейчас вам назову три четверти, да? Это ритм, то есть разник, в котором пишутся многие танцы. Причем, например, два, три четверти. Скажите, это медленный танец или быстрый? Я жду ответа – я люблю этот музыкант. А? Разный. Правильно. 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 Сказать определенно вообще. Не пройдет танец нельзя. Медленный или быстрый. Кроме одного танца. Ольга. Это быстрый, веселый танец. Все остальное может быть и медленное, и быстрое. В зависимости от того, где этот танец танцевался, кто его исполнял. А вот ритмический рисунок является зависимой характеристикой танца. Еще одна загадка. Что за ритм я вам растучу? Масло. 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 Молодцы. Правильно. А, я так. Таилу шествия. Пананесса. Значит, мы любили детстве. Мы в школе сидели, мы глядя, сошельцем, на крыльях, все учили, и стучали друг к другу по спине вот эти ритмы. И хотели, чтобы узнали, какой ритм. Значит, я сказала, что сегодня будет звучать концертная танцевальная музыка. Вы сами увидите, что это за музыка концерта. Значит, музыка написана для исполнения в концерте, да? А есть еще танцевальная музыка прикладная, которая приложена к ногам. И вот эта танцевальная прикладная музыка, чем сложнее ритм и танцы, тем проще должна быть. Она не должна быть. Музыканты и бас слушатели. Ваше внимание отрывают сцены, где танцуют музыканты. Вот такая музыка прикладная музыка звучала на России на ассамблеях, которые в 1818 году открыл Петр Петр. Вот несколько строк из его указок. В документе разъяснялось, коим образом данные ассамблеи проходить, пока мы вообще не пойдут. Все чинам и сословиями впервые и женщинам повелевалось данные ассамблеи обязательно посещать, чтобы можно было друг друга видеть и о всякой нужде ей говорить, а также сказать где и что делать. Значит, это была ассамблея, где танцевали. И там музыка звучала прикладная. Танцевали на этих ассамблеях европейское танцы. Но русские не могут танцевать, как европейцы. Они танцевали все на свою ладу. Поэтому полонез, минуэт, вайс, особенно минуэт исполнялись на свою ладу. Републику очень ждала. Когда уже закончился этот щелковый танец с приседаниями, оклодами безголечными, минуэт, и можно будет пробежаться из одного зала в другой под весовый-весовый голодку. Мы свой концерт начнем с танцев, без которого не обходился ни один аристократический бал вальтовый, и ни один народ прекрасный. Я добавлю, а не выгоди. Родина, не так, это Франция, берегушка Пуату. Значит, мы с вами понимаем, что это танец христианской народа. А вообще танцы, так же, как и песни, придумывает народ. А хореографы только подсматривают, что им нравится, а потом переделают на фоне. Но проставился минуэт именно в дворцовый зал. И проставился в верстальском бассейне.